Всем привет, мои дорогие! Как ваши дела? Как ваше настроение? Я безумно соскучилась, и мне снова безумно страшно записывать видос, потому что я сразу училась это делать. Надеюсь, у вас всё в порядке. Пишите в комментарии. Я вообще буду вас сегодня просить прямо быть со мной в коннекте, потому что мне нужна ваша поддержка, и мне нужно наше с вами общение очень сильно. Я сегодня хочу много что с вами обсудить. Буду поглядывать телефон, потому что у меня тут заметки по всем темам, которые у меня накопились, короче, поэтому ранее извиняюсь. Буду отвлекаться, может быть, на несколько секунд. Надеюсь, это не будет для нас с вами помехой. Итак, я хотела обсудить вообще, как быть во всех сложившихся ситуациях, почему я пропадала, почему я не записывала долго ролики, и они намного реже, чем раньше. И, собственно, обсудить с вами это всё. Может быть, вы какие-то мне предложите варианты решения, может, какая-то помощь, может быть, я расподелюсь ситуацией, чем-то... Чуть не уронила микрофон. Я чем-то помогу вам, и поэтому... Спасибо вам за 4000, если честно. Меня безумно вдохновило именно это, вернуться к Эвдосам, потому что в последнее время у меня как будто бы пропала мотивация на это всё. Сейчас расскажу подробнее, почему именно была мотивация, и почему она пропала, собственно. И если вы это до сих пор не сделали, прошу поставить лайк на это видео авансом, подписаться, если вы ещё не подписаны, поставить... Включить уведомление на канале, и если видео вам не понравится, то в конце поставите дизлайк. Никаких проблем, главное, реакция, потому что мне важно, что я это делаю именно с энергообменом, с обратной связью. Вот. У меня есть много всяких проблем с обесцениванием, и одна из, например, тех, почему я перестала снимать, и почему я не так сильно обрадовалась 3000 или 4000 подписчикам, я смотрю на это и думаю, ну, это не 100 тысяч, ну, это не миллион, что радоваться-то. И так, на самом деле, я смотрю с любыми действиями в моей жизни. Типа, я освоила какой-то навык, и я думаю, ну, я просто ему научилась, я же не топ-босс по этой теме в мире. Или я достигаю каких-то плюшек в карьере, и я думаю, ну, это самое обычное, так может любой человек, это же не президент мира. И так у меня вообще вот очень часто бывает, я не знаю, это обесценивание всего просто вокруг, и именно поэтому мне это мешает и действовать, потому что я думаю, ну, сниму я ролик, и что, ну, кто-то его посмотрит, и что. Это же не выступление, там, новогоднее выступление, которое посмотрит вся страна, это же просто такое, типа, ролик для своих. И меня как будто это, это обесценивание загоняет вообще в принципе ничего не делать. Я когда это отследила за собой, отследила именно когда 4000 стало, я подумала, вау, крутое число, если представить, сколько это людей, ведь это реально дохуйно. Но с другой стороны, я думаю, 4000, это даже не 5000, и даже не 10, и тем более не столько, ну, представляете? Прям говорю, и меня саму эти мысли бесят. Много пропегусь по комментариям, писали, что там она сторчалась, еще что-то, нет, такого нет ни в коем случае, я как мы с вами договаривались еще пару лет назад, когда этот канал, собственно, начинался, сейчас скажу точно по датам, когда там последний раз было именно в плане юзания, ни что, в общем, третий год уже там в трезвости, это само собой разумеется для меня, никаких веществ, никаких наркотиков, ничего такого, потому что для меня в этом уже пропал смысл, вот и все. Могу только по секрету признаться, да, есть алкоголь, периоды, не то не периоды, а типа моменты, Новый год, какие-то праздники, и иногда сиги, ну, это вот типа максимум. Вот, ну и чем я занимаюсь, это сейчас я все свое время трачу на такие два пласта своей жизни, это учеба в медиа и, собственно, работа, также работа в бьюти-сфере, потому что это пока что единственное, что меня так поддерживает на стабильном плаву, на моем стабильном дне и не дает падать дальше. Вот, не знаю, насколько это, конечно, хорошо или плохо, мне кажется, что плохо абсолютно все, что это слишком обычно, что это слишком рядовая и простая жизнь, и вообще какой смысл жить такую простую жизнь, если можно было бы жить какую-то интересную. Ну, это вот к теме об обесценивании, оно просто меня одолевает безумно. Расскажу также подробнее дальше, собственно, о чем видео, расскажу про, как прошли эти пару лет моего ЗОЖа более подробно. Ну, попросила вас комментировать, потому что темы будут разные, я безумно соскучилась, надеюсь, что мы с вами будем именно в диалоге, а не в монологе. Вот, с чего появился канал и почему, собственно, у меня началась, какая-то фрустрация по мере того, как он начал развиваться в последний год. Изначально, вы сами прекрасно знаете, канал начинался типа с три препартов. Конечно, я больше хотела бы это направить в русло того, чтобы это помогало людям, в русло того, чтобы люди, находя в чем-то схожести вместе со мной какие-то похожие штуки, что-то знакомое, видели в дальнейшем, что человек, пройдя эти этапы, может переступить через них и идти дальше уже в трезвой жизни. В тот период, из-за того, что пришлось попрощаться полностью со всем своим окружением, состояло из зависимых людей, то, конечно, у меня просто пропалка к общению. У меня было одиночество, грусть, такая печаль-тоска, короче. Совсем не с кем было общаться. И онлайн-общение с вами, оно было тоже одним из важных. И почему попробовать жить трезво? Потому что мое все употребление, оно было завязано на том, что у меня были проблемы в жизни, и я от них убегала. То есть у меня была депрессия, у меня были какие-то сложности, у меня были какие-то переживания. То есть это именно и в эмоциональной сфере, и в сфере реализации, работы, учебы, всего прочего. И если у меня что-то не получалось, я понимала, что убежать в какой-нибудь опят намного проще, чем решить эту проблему. И я думала, что если я успокоюсь с помощью препаратов, то я легче эту проблему решу. Вот, ну, из года в год я понимала, что проблема нихера не решается, а только накапливается. И мне пришла в голову идея, первая хорошая идея, наверное, за долгое время, это попробовать решать эти все проблемы трезво. Типа, просто попробуй, дай себе, допустим, годик, и посмотри, что из этого выйдет. И как раз-таки этот пранк, который вышел из-под контроля, слава богу, да, он помог мне, и типа это было одним из таких помощи, в возвращении в трезвость, типа. Вот. Ну, про триплипорты, которые помогали как раз очиститься, потому что я повторяла эти истории, и я смотрела на них уже не изнутри, а не замыленным взглядом, а уже более, то есть я смотрела трезвым на ситуацию трипа. И я понимала конкретные минусы, которые были в этой ситуации. Я могла разобрать эту историю и принять для себя решение, что нет смысла это повторять, потому что это не решало поставленных мной задач перед употреблением. Как бы это тупо не звучало, да, реально я ждала, что вещества мне как-то дадут энергию, дадут новый взгляд на ситуацию или что-то в этом роде, расширят мое сознание. Но это нифига так не работало. Я это поняла уже позже, как раз-таки, глядя на эту ситуацию, еще более извне и средовости. Вот. Ну, то, что была идея найти единомышленников, это я уже озвучила именно на канале. И мне не хватало общения, да, это 100% так. Ну и, конечно же, основная цель была пропаганда ЗОЖ, потому что я понимала, что я сама вступала на тропу ЗОЖ, ну и почему бы не найти себе людей, которые тоже будут со мной вместе, потому что всегда, когда начинаешь какую-то привычку, то, как и с негативной привычкой, так и с позитивной, всегда лучше делать это вместе с кем-то, потому что когда вы вдвоем или втроем какую-то привычку новую осваиваете, у меня так было с бегом, у меня так было с чем еще? С письменными практиками, например. Всегда, когда ты делаешь это вдвоем с кем-то и перед друг другом отчитываешься, то как будто бы поддерживаешь друг друга, это легче. Вот. Теперь могу пробежаться немного по датам. Конкретно почему там... Просто комент был такой смешной, типа, ей кажется, что она уже три года трезвая. Ну, типа, не кажется, нет. Дело в том, что 23 августа 2020, это как раз был последний день, это был фестиваль какой-то. Это был последний день, когда я была в нетрезвом состоянии именно с веществами. Вот. И перед этим был еще год, когда я поняла, что вот как раз-таки будет этот тестовый год, посмотреть, что будет, и он был в 2019 году. Ну, тогда у меня были срывы, поэтому я как бы его не считаю. Вот. Об этом есть видосы на канале. Так, послушай, Фекла из будущего. Прикрепи, пожалуйста, вот сюда, куда-нибудь вот сюда вот эти видосы, потому что я верю, что ты справишься с этими чудесами монтажа. Это будет легко для тебя. Вот. Прикреплю, короче, картинки. Видосы именно вот, которые были срыв в 2019 году. И началась учеба на психолога. Почему я решила пойти туда? Конечно, одним из основных моментов, почему я решила пойти на психолога, я думала, что эта учеба поможет мне разобраться с собственными проблемами. И плюс я не могла довериться никакому из психологов. То есть мне казалось, что никто не сможет понять меня так, как я сама себя пойму. И для этого мне нужно отучиться на психолога. Если у вас есть такая хуйня в голове, то теперь вы знаете, что она не только у вас. Вот. И это мне помогло реально. Это был очень большой такой поток информации, который я узнала о психике, о устройстве в нашей голове, того, как это всё работает, о взаимосвязи каких-то действий в прошлом, в настоящем. И наши действия сейчас на будущее. То, как мы мыслим, то, как мы действуем. То есть не в формате сейчас модных самопрограммирования, транссерфинга реальности. Или таких всяких тем. Нет, не в этом формате. А именно, когда ты чётко можешь прописать цель, действие, результат и понять, в чём загвоздка, если у тебя это не получается. И это работает абсолютно на поверхностных, рациональных слоях психики, атмосферы. Вот. Чуть моя косичка совсем расплелась. Ну ладно. Так. И про учёбу на психолога подробнее. Блин, я даже не знаю, есть ли у меня видео или нет. Но вы знаете, что вы можете всегда записаться ко мне на консультацию. Вы можете всегда написать вопрос в чат. Вам там ответят, помогут. Ссылка на чат тоже здесь высветится. Дай бог. Или в описании к видео точно будет. Про консультацию можете. Но консультаты овердорогие. Сразу подопреждаю. Это не для всех. Это для тех, кто реально ищет себе помощь по двум критериям. Человек, который реально схож с твоей жизненной ситуацией. То есть ты понимаешь, что мы с тобой в чём-то похожи. И тебе близка, как бы близок именно мой опыт. То есть если ты думаешь, что всё, что я говорю, это какие-то там... Прочитала статью из интернета и пересказывает на видео. Типа нет, не пиши мне. Мы с тобой на разных волнах. Если ты понимаешь, что тебе это откликается. И если ты понимаешь, что у тебя реально есть возможность на это. И есть желание. То есть ты сейчас прям готов на свою жизнь как-то повлиять. Не так, что я хочу, чтобы кто-нибудь за меня всё сделал. Нет. Нет. Даже не пытайся, типа, мне писать в таком случае. Если ты понимаешь, что ты готов вот так вот взять в свои руки свою жизнь и менять её. Окей, можешь написать, я тебе помогу. В этом. Только в таком формате. И в тот момент, как раз-таки, когда я бросила все эти трипы, я бросила и работу по найму. И сейчас, на самом деле, спустя пару лет я только чувствую, что это была очень сильно взаимосвязанная цепочка. Потому что работа по найму, она очень сильно меня заставляла. Там просто такая маленькая и милая собачка за окном бегает. Господи, я не могу. Обожаю маленьких собак. Надеюсь, у меня когда-нибудь будет свой дом, где можно будет завести маленьких собачек. Моя мечта. Я понимаю, что работа по найму, она на самом деле очень сильно меня изматывала. Причём даже не только физически, но и морально. Потому что там были условия, которые были некомфортно мне. Я очень такой тонко чувствующий человек. И когда постоянно находишься в таких некомфортных условиях, то есть физическая усталость накладывается на эту эмоциональную усталость. И даже сложно из-за того, что мозг не успевает отдохнуть, найти выход из этой ситуации. Просто нет сил, чтобы понять, что нужно сделать передышку, нужно отдохнуть. Моим единственным способом отдыхать было это заболеть. Это ужасно просто. Поэтому у меня примерно в одинаковый период. Именно в августе 2020-го получается полностью закончилось потребление и полностью закончилась работа в найме. Про работу рассказала. И как раз таки это был самый шикарный год. Потому что у меня появился канал, у меня появились и вы как раз таки. Это 23 февраля. Кстати, был недавно 2,5 года. Я запуталась. Так, 23 февраля 2021 появился. 22 было 2 года. Да, где-то полтора года недавно было нашего как раз таки с вами общения. Это вообще безумие какое-то. В 23 году, в феврале, скоро будет 23, 2, 23 будет 2 года канал. Пипец. Вот. И я забыла тогда первое видео, тоже приклеила сюда. Да, я буду приклеивать сюда свою рубашку. Но что поделать. Это был первый триплепорт, который я рассказывала. И он был, по-моему, без лица. Типа я снимала то ли потолок, то ли пол, не помню. Боже, мне было очень сильно страшно показывать свое лицо. Потому что мне казалось, что... Не знаю. Может, я боялась осуждения. Может быть, я боялась оценки негативной. Ну не может быть, а точно и того, и другого. И возможно еще чего-то. Короче, у меня было безумно страшно это делать. Но я понимала, что все факторы, которые я озвучила выше, причины, почему, собственно, начался канал, они на меня давили. Я понимала, что мне необходимо это сделать. Потому что я рассказывала, что пробовала в анонимные сходить. Это не то, что мне могло помочь. Видео про анонимных где-то тут. И как раз-таки старт канала мне тоже очень сильно помог. Потому что после этого у меня началось просто какое-то безумие. Я начала бегать. Я начала кататься на сапах. Я начала много ходить в походы. У меня были поездки безумно. Много поездок разных. Мы ездили в Крым. Мы ездили в разные красивые места. Сочи, Красные Поляны. Это было очень насыщенно. И я помню, что в тот год я прям старалась показать себе, что жизнь в трезвости, типа, она может быть интересной. Она может быть увлекательной. И появились некоторые плюсы. То есть у меня была такая завязка с веществами, что когда ты трепуешь, ты веселишься. Потому что это, как правило, вечеринки, дусовки какие-то. И я себе старалась показать в этот год, что есть много других способов развлекаться. И у меня реально тогда очень хорошо это получалось. Вот, пришел второй год в зоже. Это как раз вот с августа 21 и до августа 22 года. Я расскажу, пожалуй, сегодня про него. А что было уже вот последние пару месяцев. Какие пару месяцев? Уже февраль. О, боже, скоро будет. Это уже не последние пару месяцев. Последние полгода. Короче, сейчас расскажу. Агуст 21-22, как раз второй год зоже. Дальше уже разделим на следующее видео, потому что уже я вижу 20 минут. Просто мои любимые. Расскажу сейчас, что было в этот год. Тоже, может, какие-то моменты для себя почерпнете, чем можно себя развлечь, чем можно заняться, если вы находитесь тоже в такой же ситуации сейчас. Как правило, потому что наступает вот такой период, это где-то у кого-то через три месяца, а у кого-то через полгода, у кого-то через год, когда вы думаете, что ну вот теперь все нормально и как бы нахуя. И у меня началось тогда поиск как раз-таки, чем занять свое время. У меня было очень много свободного времени, потому что я теперь работала на себя. Училась тогда на вечернем. Сейчас я перешла на дневное. Просто трэш. И было очень много свободного времени, и я начала понимать, что тоже можно вернуться к потребованию именно из-за того, что тебе с тебя скучно. Какой смысл жить, типа не наполненная энергией, не наполненная действиями. И у меня тогда, я тогда поняла, что имеет смысл просто пробовать кучу нового. Это, а, стоп, нет, это тогда было поступление только в мед. Да, я тогда решила как раз идти в мед, потому что мне много чего, честно, интересно в плане медицины. Например, изначально мое употребление, оно было именно связано еще один из факторов, то, что мне было интересно изучать воздействие на организм, воздействие на психику, воздействие на физиологию, воздействие на все-все-все части, которые только могут быть между препаратом и организмом, и людьми, которые это все делают. Я поняла, что с области медицины, с области науки, это будет самый простой способ, как это можно будет изучить без токсичного погружения в эту тему. Я решила поступать в мед. Это, блин, самое лучшее и в то же время самое тяжелое решение, наверное, в моей жизни. Также я пробовала тогда трейдинг, да. Это было тоже прикольно. Но с трейдингом у меня, честно, 24 февраля 22 года все закончилось, потому что случилось, вы сами знаете что. И тогда очень был нестабильный рынок. И я чувствовала себя, как такой маленький корабль в огромном бушующем океане. Мне было сложно, и меня это травмировало. Я, в общем, просто отказалась от трейдинга. Хотя это классный способ, на самом деле, для заработка, да и для хобби. Трейдинг-гуд, короче. Те, кто выжил после 23 февраля, я вам платирую. Реально, вы молодцы. Начала много волонтерить. Нас отправляли в больницу от учебы. И это был тоже очень интересный опыт исследования того, какие бывают люди, какие бывают заболевания, какие бывают виды помощи. Исследование российской медицины. Это вообще просто глубокий космос того, того, как отличаются персоналы, того, как отличаются больные, того, как отличаются методы. То есть это вот как... Странно, когда ты приходишь на работу, тебе говорят, забудь все, чем мы учили в институте. Но еще более странно, когда это происходит в медицине. У нас, правда, есть разные темы. Например, даже элементарная дезинфекция и стерилизация, которая в обучающих программах идет, информации каких-нибудь 90-х, нулевых годов. А сейчас применяются абсолютно другие средства, абсолютно другие методики, просто потому, что медицина шагнула вперед. Ну и, конечно, в этой области, в этом плане, ну как бы тут плюс, потому что тут прогресс. Также есть и другие стороны. Ну пока что в этом видео постараемся о хорошем. Поэтому, если захотите более подробно о моей практике в больницах, то напишите комментарий, и я сниму об этом видео, потому что там тоже много есть чем поделиться. Возможно, мы разделим чью-то боль друг с другом, потому что много всякого. Начала искать друзей, подруг, новое окружение именно в офлайне тогда. Мне попадалось огромное количество разных людей тогда. Когда я ознакомилась в приложениях для знакомств, ну у меня была цель просто найти новое общение, потому что я понимала, что нужно строить новую какую-то социализацию. Мне это необходимо. Я такой середина между интровертом и экстравертом, поэтому мне нужно общение, но и нужно периоды дома. Мне начали попадаться, господи, какие только странные люди не попадались. Попадалась половина каких-то неадекватов, попадались торчи, если честно. Один был чел, если ты это смотришь, господи, честно, я думала, он под пищу, потому что он пришел объебанный. И мне было прям кринжово с ним гулять. Я прям ждала, пока он отвалится. И я помню, что я говорю, мне пора домой идти. Мне так стремно про это рассказывать. Ладно, нет, короче, если вы хотите историю про мои... Боже, если вы хотите историю про мои знакомства с Тиндера, то напишите в комментарии, я это видео отдельно запишу, потому что я сейчас вспомнила, бля, нет, не сегодня. Про походы, да, было много походов. Могу рассказать тоже, если вам интересно, какие места можно посетить, какие локации крутые, секретные, популярные, легкие, там можно с детками где пройти или где нужно прям поднапрячься. У меня все походы одного дня, потому что я люблю... Вышел утром, прогулялся, пофоткался, вечером вернулся. Если вам нужны эти локации и рассказ краткий о них, то тоже напишите комменты, по Сочи я добавлю. Абхазия, было тоже много моря, я очень много купалась, прям заставляла себя купаться, потому что понимала, что, ну блин, пока жизнь дает возможность жить здесь, почему бы этого не делать? И мы начали хобби с настолками, мы начали проводить настольные игры. Это тоже такой один из моментов для знакомства, для общения с новыми людьми. Я прям с безумной теплотой вспоминаю и думаю об этом, потому что это тоже кайфовая была идея, кайфовое решение. И у нас кайфово получилось реализовать его. Господи, почему нет? Это здорово было. Так что, если вы хотите поиграть в настолки, если вы будете в Сочи, пишите. Отправлю вам приглашение. Ну так, насчет настолок, наверное, лучше писать в чате. Да. Так что в настолке пишите в чате, я вам буду отправлять личку нашей встречи. Так будет проще. Ну то, что перешла на вкусняшки и поездка в Питер, да, тоже было классно. Поездки тоже, конечно, очень сильно расширяют сознание. Вот на самом деле насчет поездок могу что сказать. Это люди, которые пытаются расширить сознание веществами, на самом деле это сверхглупость. Потому что то, что реально расширяет наше сознание, это поездки, это общение с людьми из другой области. То есть, когда ты общаешься с людьми из другого места, где ты никогда не был, вот это реально расширяет твое сознание. Потому что люди в других местах живущие, они мыслят по-другому. Это может звучать странно, но это на самом деле так, просто попробуйте. Про вкусняшки тоже был коммент. Роман заметил, что все тарчки после употреба начинают пересаживаться на еду. Во-первых, все люди едят. Что за ху**? Ну, типа, извините, конечно, я хотела не материться в этом видео, я пыталась, но у меня не получилось. Вот. Просто это реально бред. Типа, все едят, и многие любят есть вкусняшки. Это не характеризует человека, что он любит вкусняшки, это признак бывшего тарчка. Но что за бред? Конечно, да, типа, мы любим удовольствие, мы любим наслаждаться жизнью, это у нас нять и нять. Но в то же время обычный, ну, типа, необычный, а здоровый человек, независимый, он тоже может любить вкусняшки, в этом нет ничего такого. Так, кажется, моя сетка наконец съебалась. Блин, честно, у меня был некоторый напряг, что я боялась даже... Это, о боже, я готова с вами поделиться самой главной проблемой, почему у меня не было видосов так долго. Я просто, если честно, очень сильно по этому поводу стрессуюсь. Дело в том, что... Вы знаете, что я живу... Сейчас покажу. Вот такая вот дверь, эта дверь идет в соседнюю комнату. Она закрыта, ну, она охуенно пропускает звук. И прикур в том, что вот в таком положении я должна записывать видосы. И проблема в том, что все, что говорит она, и все, что я говорю я, слышно так, как будто мы сидим в одной комнате. И меня это дико бесит. Бывают темы, которые я не хочу, например, с ней обсуждать. Или, ну, не хочу, чтобы она знала, но хочу обсудить с вами. А я не могу это сделать, потому что я понимаю, что она дома. И проблема в том, что когда я только начинала канал... Блин, я не шебуржу вам там все, что я люблю с вами. Когда я только начинала канал, соседка, которая жила там, она все время работала. И вообще все мои соседки все время работали. Сейчас ко мне переехала девочка, которая просто постоянно сидит дома. И это ужасно. Из-за того, что она постоянно сидит дома, я нервничаю, что я буду как-то шуметь, что как-то ей помешаю, что как-то она меня как-то будет вслушать. И я из-за этого еще тоже не записываю видео. И меня это дико бесит. Я понимаю, что мне пора перебираться отсюда, но... Я не знаю. Короче, это ужасно. Не знаю. Надеюсь, это получится как-то разрешить скоро времени. Как я не... Подведу выводы кое-какие. И кое-какие отправлю пожелания вам. Это были, правда, насыщенные пару лет в моей жизни. Было много разных перемен, было много разного всего. Были вы. Еще раз спасибо, что вы остаетесь со мной. И кто присоединяется, правда, много кто присоединился с шортсов. И, возможно, вы... Типа... Я хотела сказать, что вы ждете от меня что-то. Или, я не знаю, просто не знаете меня. Теперь мы познакомились поближе. Мне приятно. Рассказывайте о себе. Хотя бы, если не знаете, что написать, расскажите, откуда вы там. Типа, какой город? Сколько вам лет? Свой любимый цвет расскажите. Мой любимый цвет раньше был зеленый, а сейчас стал желтый. Я не знаю, почему. Как я вам рассказала, последние пару лет они насыщены, но это уже не наркотрипы. И из-за этого есть некоторая проблема, что я как будто бы думаю, что вам будет неинтересно это слушать. То есть вам неинтересно будет, если в этой истории нет наркотрипа. Вот. И поэтому как будто я тоже одна из причин, почему я не записываю видосы. если это так, то напишите мне, Далина, канал, нам не нужны твои истории без наркотиков. Короче, напишите мне, если вам интересные истории без трипов, то напишите об этом. Если неинтересно, то тоже напишите, чтобы я знала, и это будет мне тоже как бы помощью, куда мне двигаться дальше, потому что я потерялась, если честно, немного в плане ведения канала. Следующее видео, естественно, то, которое, скорее всего, наберет больше классов на комментарии. Скорее всего, так и сделаем. Так что пишите свои комменты активней, лайкайте темы, которые вам интересны в комментариях. И когда этот ролик наберет тысячу классов, тогда выпустим следующий ролик, это будет как бы мотивацией для меня, что я вроде вам пообещала и придется это делать и для вас оставлять благодарность, потому что, ну, как бы лайк, это бесплатно, мне приятно, поэтому пожалуйста. И спасибо огромное, что провели со мной это время, блин, господи, у меня, оказывается, реально на камере есть ограничение по записи. И оно в полчаса, теперь я знаю, какое оно. Вот, я уже жду следующей встречи в следующем ролике. Кстати, все вот эти вот рекомендации по роликам я оставлю сейчас в описании, ссылочки. Проходите, смотрите более подробно. Всех обнимаю, пока-пока, хорошего дня.